Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь и Барон Фон Апфель. Сегодня мы будем делать... Наконец-то, синий заезд, дождались. Сегодня мы будем... Чё мы делать сегодня? Сегодня мы будем делать жаркое с говядиной. Можно и с курицей, но лучше с говядиной. А, точно с говядиной? Ой, тихо-то с говядиной. Со свининой, с говядиной, с курицей. Но взяли свинину, потому что у неё больше жирка, жира, чтобы было понажористее печенье. Мы же любим понажористе, поэтому у нас здесь, собственно, ещё и грибы. Так вот, мы решили делать жаркое на молоке. Скажу честно, мы, собственно, нашли это в графическом источнике, японском, на европейскую кухню. Он называется «Убийца гоблина». Ну, и мы... Чё мы сегодня делаем? Чё нам понравилось для жаркое? Сами знаете, жаркое – это что-то среднее между чем-то зажаренным, чем-то варёным. В общем, очень сочное такое что-то. Классное, что-то такое. Запечённый. Да, запечённый. В любом случае. Так, и чё нам понадобится для этого, скажи? Собственно, нам понадобится вид мяса, желательно с жирком, который вам нравится. Где-то... Так, картошка, грибы, длинножористость, как мы обычно любим. Грибы добавляем уже почти во всё, по-моему. А вешенки из... ну, не вешенки, а шампиньоны можно использовать? Шампиньоны можно, но когда... ну, тут же будет лучше выглядеть, как будто они лесные из каких-то странных. Да, мы делаем типа лесные, да, типа среди боговья. Естественно, лук, морковь, чеснок. И самое главное, собственно, без чего жаркое не получится таким вот нежнейшим – это молоко. Это молоко. А сколько всего нам мяса понадобится? Так, ну, поскольку у нас, собственно, главная ёмкость, поскольку мы на такую ёмкость, то мясом где-то от 700 грамм до килограмма. Можно больше делать мяса, думаю, в сравнении с картошкой. Но это уже... кто любит больше картошку, будет положить больше картошки. Кто любит больше мяса, положит больше мяса. И такого мяса, которое захочет. Просто мы попробовали до этого уже делать с курицей, но с курицей получается слишком диетически и не так нажористой. Да, не так. Тем более, что из-за свинины бульон получится хороший и прочей вкусности. И так, ну что, тогда давай приступать к рубке резки. Все как обычно, режем крупно, грубо. Мы находимся в лесу, мы тупые сладофоны. Короче, а поскольку это убийца гоблинов, мы будем резать все это как гоблинов. Так, начнем. Ну, как вы видите, после монтажной магии здесь добавилось еще несколько необходимых вещей. Соль, перец, лавровый лист. И вот... Соль, перец. Да, да. Вот тогда покажи красоту. Вот это стихизм. Ярик, скажи, что ты сделал с молоком? Я добавил туда паприки для цвета. А, для цвета. Ну, думаю, вкус она тоже даст. И немного перца. Немного перца. Ну, давай, показывай, как это все нужно красиво укладывать. Да, сейчас. И ступаем туда к укладыванию. Это все. Ну, начинаем укладывать пока. Снизу кладем лучок. Даже лучка получилось немного больше, чем надо. А в чем принцип именно такой укладки? Честно говоря, я не знаю, был такой рецепт. Сказали, лучше лук положить на дно. И начинаем слоями укладывать картошку, мясо. Все это посыпаю солью с перцем. Вавровый листочек. Кстати, какое мясо свиное использовали? Окурок и еще грибочек. Положим. Торковки. Ярослав, какое я это мясо свиное использовал? Окурок или что? Лопатку. Ну, на ней побольше жирку. Окей, хорошо. Кстати, господа, забыл сказать, если вы соскучились по действительно историчным рецептам, которых у нас было всего один, можно сказать, ну, два, если считать шаурмой, то мы задружились с клубом исторической реконструкции Фонтерия, который делает итальянцев, поэтому вот пармезан, вот это вот все теперь будет исторично и даже антуражно. Ну, по крайней мере, мы надеемся, Фонтерия, парни, не подведите. А не мало ли моркови, как мне кажется, или нормально? Ну, может, нам один слой еще положили? А, ну да, хорошо, точно. Господи, как же это все уже аппетитно выглядит. Кстати, а почему мы говорим, если это сейчас будет все в ускоренном монтаже? Да, мало ли, захочешь, как бы, ну, что, ну, да. Что, нет, слушай, а что, пускай люди видят, там, весь этот процесс, наши обсуждения. Ладно, будем с ускоренном монтаже. Все, готов, раскидал парак. У нас даже больше получился, значит, да, значит, делаем вторую порцию сейчас. Ну, похоже, с картошкой. Вторую порцию, да, но это мы потом оставим. Собственно, и все это дело... А, не забываем про чеснок. Как думаешь, а можно его, как в плове, так взять и в центр воткнуть нормально, чтобы было? Наверное, можно. Многие спрашивают, как это можно сделать в походных условиях, на самом деле, никто не спрашивает. Можно. На Вархаммере бургеры в походных условиях готовили. И заливаем все это дело молоком. О, там уже есть все специи, вы посмотрите, какая высота. Я думаю, молока надо добавить. Можно добавить. Да, сейчас добавим. Мясо вообще можно использовать, ну, любое, так-то. Мы пробовали с курицей, можно индейку. Вы правильно, собственно, и говорили. Да, но вот сейчас мы пробуем сделать это со свининой, мы делаем это второй раз, просто теперь у нас свинина. Ну, вот так вот хватит. Такого объема. Собственно, все, закрываем все это крышкой и ставим, если у вас духовка, доводим до кипения, там, при 200 градусах, 200-250, до кипения. И потом при 160 где-то 2 часа, пока вода, или пока жидко с ним выкипит практически вся. Хорошо. Собственно, сейчас... Да, нам надо говорить меньше слова собственного. Да. Слово простит. Ну, давайте. В общем, отправляем это в духовку сейчас и уже встретимся здесь. Через 2 часа. Как говорится. Через 2 часа. Мы пока постригем. Ну, и момент истины. 2 часа в духовке. Ярик Бочок, Ботик. Все, собственно, готово. Перемешаешь, так давай покажем. Смотри, даже микрофон подставил. Получилось намного лучше, чем в прошлый раз. Нету так много жижки. Ага. И вон, и бульончик. Все, в жаркое готово. Да, в жаркое готово. Горячим с холодным пивком. Все, всем спасибо. Вот вам был Комнатный Рыцарь. И Барон Фанатсель. Комнатный Рыцарь. Продолжение следует...